Действующие лица Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Татьяна Анатольевна, давайте начнем с самого начала. Совершенно понятно, когда были и в крае, и, соответственно, в городе введены карантинные мероприятия, когда был объявлен карантин, какие-то магазины остались работать, какие-то магазины свою работу приостановили. Вот как происходит это деление, кому сейчас можно работать, кому сейчас нельзя работать? Во-первых, краевым законодательством четко установлен перечень видов деятельности, которые могут функционировать в период карантина, какие не могут. Вот в тот перечень попали все предприятия торговые, которые торгуют продовольствием и непродовольственной группой товаров первой необходимости. Порядка в городе у нас таких объектов на сегодня функционирует 3,5 тысячи, в том числе 28 гипермаркетов. Также АЗС, их у нас 134, также аптеки, их порядка 900. И, конечно же, еще у нас работает общепит, но общепит у нас несколько в ином формате, исключительно на вынос, либо на доставку заказов на дом. Татьяна Анатольевна, если позволите, мы к общепиту подойдем чуточку позже. Я все-таки сейчас про магазины, я правильно понял? Вы сказали, там 3 тысячи с копейками, это цифра работающих магазинов. То есть это вот то, что... Да, 3,5 тысячи у нас сегодня функционируют в городе магазинов. Скажите еще такой момент, Татьяна Анатольевна, потому что я встречал это лично. Какие-то магазины несколько сократили время работы. То есть я, допустим, там понимаю, что магазин недалеко от моего дома, раньше он работал до 9, в последние дни, я вижу, вывеска несколько применялась, там, допустим, до 19 или там до 19.30. Это каждый магазин принимает такое решение самостоятельно или есть все-таки какое-то распоряжение и есть ограничения по времени работы магазинов, тех, которым можно? На сегодняшний день действующее законодательство не ограничивает режим работы. Каждый хозяйствующий субъект самостоятельно определяет тот режим работы, который он хочет видеть у себя. И, конечно же, если он определил этот режим, он должен его соблюдать. Поэтому ограничений в период карантина у нас нет. Еще один момент. А есть, опять же, в нормативных документах какие-то особые требования для работы магазина, я имею в виду для работников, там, не знаю, маски, там, обязательно, да, или там, обязательно перчатки, или там, не знаю, там, обязательно каждый час проводить санитарную обработку, или, опять же, здесь каждый магазин, каждый руководитель магазина определяет вот такие мероприятия самостоятельно, или все-таки это как-то регламентируется? На сегодняшний день есть рекомендованные перечень мероприятий, которые должны соблюдаться такими предприятиями. Это обязательно наличие масок, обязательно наличие перчаток, обязательно с какой-то определенной периодичностью обработка терминалов, ручек входных дверей и так далее, и так далее. В том числе по дистанционированию покупателей в торговом зале и когда они стоят в приказ о лазине. То есть это все определено, поэтому наши все торговые предприятия это выдерживают. Опять же, в таких условиях. Я понимаю, что сейчас сложно всем, да, сложно нам, жителям города, сложно людям, которые работают в магазинах, потому что им тоже приходится перестраиваться. Опять же, те же самые продавцы из магазина в какой-то момент становятся покупателями у себя в магазине или в другом магазине. Кто-то выполняет требования, кто-то не выполняет требования. Опять же, у меня есть возможность перемещаться по городу, я захожу иногда в магазины. В каких-то, вот правда, очерчена черта, да, расстояние между людьми. И туда никто не заходит. В других магазинах, ну, просто толпотворение. На людей в масках смотрят, как на, я не знаю, как на клоунах, хотя я тоже этого понять не могу. За этим кто-то следит или, опять же, за выполнением требований? Или это на совести руководства магазина, на совести продавцов, или все-таки какие-то рейдовые мероприятия проходят? Ну, на сегодняшний день те обращения наших жителей, которые мы получаем, по данным фактам мы направляем оперативно Роспотребнадзор. Это исключительно полномочия Роспотребнадзора по проведению проверок, в том числе и в части выполнения требований в условиях карантина. Поэтому контроль надзорным органом является исключительно Роспотребнадзор. То есть я правильно понимаю, что, допустим, если я как неравнодушный гражданин, неравнодушный человек, я могу позвонить вам, к вам в управление, оставить какую-то, не знаю, там жалобу, заявку, замечание, какое-то предложение, и дальше уже по инстанциям вы будете это все дело рассматривать? Да, конечно. У нас в управлении организована горячая линия 218-98-20, 218-98-00. Мы записываем все обращения жителей города и в части нарушений санитарного законодательства, и в части, даже если, например, предприятие функционирует, а оно не должно, не попало в тот печень, который должен работать в период карантина, конечно же, мы сразу перенаправляем оперативно в контроль надзорные органы. Ну, просто интересно, я не прошу какие-то там абсолютные цифры, но хотя бы порядок. А много ли вот людей действительно звонит, если, вот что называется, неравнодушные граждане у нас в городе? У нас очень много неравнодушных граждан. Мы, вот если грубо говоря, за вчерашний день получили только письменных обращений порядка 50. И мы оперативно перенаправляем, но речь идет и о ценах, речь идет и о нарушении санитарного законодательства, поэтому мы оперативно по полномочиям перенаправляем для рассмотрения в надзорные органы. А скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то, не знаю, может быть, звонки, может быть, как вы говорите, письменные обращения, когда говорят спасибо? Спасибо продавцам, что работают, спасибо, что есть необходимый перечень товаров, потому что, ну вот за последнее время мы как-то, да, очень часто говорим спасибо врачам, и это действительно им большое спасибо, потому что они действительно на переднем крае, но ведь люди, не знаю, те же самые продавцы в магазинах, которые тоже рискуют, да, которые тоже выполняют работу и очень часто из-за себя, что называется, за того парня, им говорят спасибо или пока мы еще вот как-то к этому не подошли? Ну, конечно, мы получаем слова благодарности, но пока их очень мало, потому что народ, видимо, еще в процессе наблюдения, потому что наблюдают не только за, скажем так, что происходит в мире и у нас в городе, но и в том числе на предприятиях по трепсферам. Я надеюсь, что мы получим такие обращения с благодарностью, что четко отработала торговля именно в этот период. Опять же, вы так скользко коснулись этой части торговли, я имею в виду цены, ведь есть же, насколько я правильно понимаю, какой-то набор товаров, да, у которых есть фиксированные цены или, по крайней мере, есть ограничения по их наценкам. Насколько эта часть товарооборота выполняется нашими предпринимателями, нашими магазинами и за этим кто следит? Ну, на сегодняшний день у нас есть действующее постановление правительства Российской Федерации номер 900. Четко оно определяет, что включается, а какой перечень товаров социально значимых. Предположим, там есть масло растительное и, заходя в магазин, мы наблюдаем, что стоит линейка растительного масла и на одно из них наименование должна быть торговая наценка в рознице не более 10%. За этим у нас четко отслеживают управление цены тарифов, это их полномочия. Но вместе с тем на нарушение цен именно в части вот этой категории товаров нам жалобы не поступали. Слава Богу, что у нас такие ответственные работники в магазинах и все хорошо. С поставками продуктов, с поставками товаров первой необходимости, опять же, как только начался карантин, как только стали вводить пропуски, об этом была такая легкая паника и в сетях, и в различных сообщениях, в трамваях об этом говорили. На самом деле, как обстоит дело? На сегодняшний день ситуация стабильная, ажиотажа нет, да, действительно, в начале принятия ограничительных мер был повышенный спрос наших гаража, но именно на бокалейные товары, длительного срока хранения, это крупы, консервация, масло, растительная, мука и так далее, и так далее. На сегодняшний день все стабильно, на прилавках полный ассортимент товара. Перебоев нет. И, кстати, наши все торговые предприятия отмечают оперативную, очень быструю доставку и поставку продукции в свои предприятия, потому что, видимо, сниженный автомобильный трафик, он все-таки четко срабатывает и заявки выполняются очень быстро. На сегодняшний день не было ни одной жалобы, что какого-либо продукта в наличии нет. Мы проводили небольшой такой стресс по крупным предприятиям торговым, и анализ показал, что порядка на месяц у нас товарных запасов вполне хватит. А как обстоят? Ну, опять же, я понимаю прекрасно, что далеко не все товары производятся, допустим, в Краснодаре или на территории Краснодарского края. Есть товары и продовольственные, и непродовольственные, которые приходится завозить из других регионов. В этом отношении, как у нас обстоят дела, вовремя ли срабатывает транзитная схема через край, через другие регионы? Транзитная схема срабатывает очень хорошо, и поясню почему. Дело в том, что все крупные торговые компании, розничные, таленты, океи, магниты, крупные автовые предприятия, они все получили красные пропуски для перемещения транспорта по Краснодарскому краю. Кроме этого, они подавали заявки на всех своих поставщиков и контрагентов. Поэтому те регионы, которые нам поставляют, и те поставщики, которые везут нам извне продукцию, они все получили пропуски, поэтому у нас бесперебойная поставка продукции. Проблем пока на сегодняшний день с этим не было. Татьяна Анатольевна, в этом месте, если позволите, мы сделаем небольшую паузу. Нам сейчас нужно будет посмотреть рекламу, и потом мы вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова